Не знаю насчет вас, но мне очень нравится вот этот вот дым тут, свет, музыка. Правда, классно? Аминь. Я думаю, вот Господь, когда явился на горе Синай, Он тоже с дымом явился, да? И громы, и молнии, и свет были. Это сразу привлекло внимание. Конечно, были те, которые устрашились, те, которые убежали, тем, которым все это не нравилось. Должен вам сказать, что в любом обществе есть те, кому не все нравится. Есть такие, кому не нравится. Может быть, кому-то свет не нравится, дым этот не нравится, музыка эта не нравится. То, ну, потерпите, что ли. Потому что, ну, в конце концов, да, это же, Господь, Он всегда впечатляет сознание людей. Вы знаете, что Елена Вайт была, сколько Елене Вайт было лет, когда она начала служить Богу так, публично? 17 лет было. Девочка была. Совсем молоденькая. Однако, вы знаете, как для многих людей страшно, неприятно и тревожно быть перед другими людьми вот так вот на сцене. Кто из вас не испытывает никакого волнения и никакого страха, когда перед людьми надо стоять и что-то говорить? Ну, как-то неловкость, да, какая-то есть. Вроде бы смелые люди, мужественные люди. Я помню, еще в подростковом возрасте читал книгу одного из известных авторов о том, как быть уверенным спикером или ведущим перед людьми. И он описывает случаи, когда владельцы огромных корпораций, хозяева огромных, многомиллионных корпораций, когда им надо было выступить перед своим комитетом или советом директоров своих, они настолько волновались, что они не могли двух слов связать. Потому что им было неловко стоять перед людьми. А посмотрите, молодежь выходит, молодые, красивые, юноши, девушки, и с таким задором, и с такой уверенностью ведут сегодняшнее богослужение, что я лишь только радуюсь. Я надеюсь, и вы радуетесь тоже, и хорошо радоваться. Потому что, кстати, пророк Неемия, или Иеремия, мне кажется, когда Господь его призвал, ему было всего 20 лет. Тоже молодой он должен был идти перед всеми, проповедовать и выступать, и говорить. Или взять Марию, да, Мать Иисуса Христа. Ну, молоденькая девушка была, ну, совсем. Ей как-то неловко было, и люди на нее некоторые косо смотрели. Однако Господь избрал ее, молоденькую, хрупкую, для того, чтобы она обрела эту силу и уверенность делать дело Божие. Поэтому я думаю, нет лишь одного стиля, одного пути или одной мелодии, которая может всех устроить. Я надумаю, что хорошо иметь открытый ум, открытое сердце, для того, чтобы воспринимать людей разных культур, разных подходов, для того, чтобы учиться уважать людей, которые говорят, поют, играют не так, как мы с вами. Потому что, вы знаете, как много есть адвентистов седьмого дня и христиан, которые, скажем, в других странах, ну, совершенно иначе поют и играют, чем мы с вами, либо в Украине, либо в Молдавии, либо здесь, в Америке. И мы же на небе все вместе хотим быть, да? Или как-то, вы думаете, там тоже континенты будут на небе. И мы скажем, нет, это не наша культура. Мы от этого будем держаться подальше. А я думаю, как дети Божии, классно будет вместе со всеми там и из всяких племен разных, и со всяких народов, и со всяких культур учиться ценить, уважать и принимать то, что отличает нас друг от друга. Вы знаете, какие церкви самые крепкие и дружные? Знаете, какие? Многонациональные церкви. Многонациональные церкви. У нас с Галиной была прекрасная возможность совершать духовное служение в Атлантии 12 лет. В той церкви были народы с 42 разных стран. 42 разных народа. И филиппинцы, и мексиканцы, и американцы с островов, и с Гаити, и с Китая. И даже мы с Галей были из России. А мы даже, на самом деле, я не знаю, откуда мы. Я родился в Узбекистане, вырос в Казахстане, жил в России, учился в Англии. Откуда я? Так же и у Гали, та же самая судьба. Поэтому, и мы вот там учились принимать друг друга, и ценить друг друга, и видеть, о, я думал, что вот так вот это единственно правильный путь. А тут, друг, я начинаю понимать, что они тоже считают, что это единственно правильный путь. И вот тут мы начинали учиться смирению, любви, принятию и радости духовного служения. В церкви в той не было ни одного конфликта. За все 12 лет не было ни одного конфликта. Знаете, советы наши церковные сколько длились? 55 минут. Знаете, сколько членское собрание? 45 минут. Все обнялись, все поцеловались, все радуются, все прекрасно. Я это не придумал. Спросите у Галины, она всегда правду говорит. Аминь. А, Андрей и Света. Вот. Андрей, если мне не верите, поговорите с ними. Но суть в том, что вот в этом радость, в этом радость, что тут так хорошо вы служите Богу и с такой смелостью. Вы знаете, слово дерзновение, которое в Библии использовано, дерзновение, оно имеет немножко сейчас какой-то негативный смысл, но на самом деле это хорошее слово смелость, духовная смелость. Нам надо иметь духовную смелость, потому что дьявол пытается держать нас вот там внизу, задавить и раздавить нас чувством вины, чувством неуверенности. И это чувство неуверенности, оно обычно. А что люди скажут? А как люди на меня посмотрят? А вдруг кто-нибудь осудит? А вдруг меня не поймут? И знаете, такие люди что делают? Сказать вам, что они делают? Ничего не делают. Ничего не делают. Вот такие люди, они всегда сидят и думают, да пусть кто-нибудь другой. А те, которые смело дело Божие с дерзновением совершают, они имеют духовную смелость. Все священное писание, оно про эту духовную смелость. Вновь и вновь и вновь и вновь в священном писании мы читаем о том, как Господь говорит нам, не бойтесь. Не бойтесь, говорит он, я с вами, не бойтесь. Исайя 41 глава 10 стих. Прочитайте кто-нибудь, у кого Библия есть. Что там сказано? Ну-ка кто прочитает? Я могу. Исайя 41 глава 10 стих. Ибо Господь говорит, не бойтесь. Почему? Потому что я с вами. И не смущайтесь. Почему? Потому что я Бог ваш. И почему дальше он говорит? Что он для нас делает? Что он с нами сделает? Укреплю вас. И что еще? Помогу вам и поддержу вас. Да, своей правой рукой или праведной рукой. Вот такие тексты снова и снова и снова. А дьявол, а дьявол хочет, чтобы мы жили в страхе. Чтобы мы этот страх на других нагнетали. Чтобы в наших церквах страх преобладал. Не бойтесь, друзья мои. Потому что если мы доверяем Христу, Христос шел. Представьте себе, если бы Христос боялся всех бы, всех бы. Фарисеев и учителей закона и всех руководителей. Смог бы Христос что-нибудь сделать? Ничего бы не смог сделать. Почему? Потому что он бы жил в страхе. Вдруг обижу, вдруг огорчу, вдруг побьют, вдруг прогонят. А Христос шел мужественно, смело, твердо проповедовал. Как вы думаете, у Христа были депрессии? Я, знаете, думаю, Христос был точно такой, как мы с вами. Так же? Он же был на земле такой, как и мы с вами. Он во всем уподобился нам. А если он во всем уподобился нам, кроме, конечно, чего? Кроме греха. То он во всем уподобился нам. Если он во всем уподобился нам, конечно, у него были моменты, когда ему казалось, ну вот, ну все рушится. Все отвернулись, все отказались. И, конечно, и вот эта вот боль, этот страх, даже перед смертью крестной, разве Христос не просил о том, чтобы не умирать бы там? Ну, 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 такой же был, как мы с вами. А кто еще, кого вы помните из Ветхого Завета, тоже в депрессию впал, в сильную депрессию? Я, Илья из Ветхого Завета, Илья. Кто помнит, где это записано? Третья книга царств, 19 глава, спасибо. Третья книга царств, 19 глава, помните, он праздновал свою победу, Господь через него силу великую явил, а вдруг Изавель говорит, я найду, я тебя нахожу за все это. Что он сделал? Да, он бежит, он бежит, чтобы спасти жизнь свою. Пришел в Версавию, которая в Иудее оставил там своего отрока, а сам, посмотрите, стих 4, а сам отошел в пустыню на день пути, придя, сел под можжевеловым кустом и что делал? Просил смерти себе. Ну разве это не депрессия? Ну в чистом виде депрессия, просил смерти себе и сказал, хватит уже, довольно уже, Господи, возьми душу мою. Вот где пример библейский, да? А я так рад тому, что в Библии именно мы находим вот такие примеры тех людей, которые испытывали и страх, и волнение, и отчаяние, и депрессию. И когда он испытывал эту депрессию, посмотрите, он даже настолько был в депрессии, что он спал. Знаете, когда многие люди впадают в депрессию, что они делают? Спят, они не хотят даже из кровати вылазить, они спят. И вот он спит там, лежит, а Господь позаботился о нем, Господь и лепешку ему принес, и воды ему принес, и говорит, ну что ты там делаешь? И опять пришел, и тот опять спит, потому что встать не хочет, и смерти себя просит, и разочарован даже и в Боге, и в водительстве Божьем, разочарован. И поэтому Христос нас учит тому, что как христиане, да, мы будем испытывать страх. У кого какой страх есть? Кто чего боится? Ну-ка расскажите мне. Кто чего боится? Ну, кто-нибудь. Пример. Чего вы боитесь больше всего? Кто-нибудь. Темноты кто-то боится? Нормально, здесь у нас немножко темно. Ну, надеюсь, вы не сильно боитесь. Болезни, да, вот скажем, рак там может. Еще кто чего боится? Тараканов кто-то боится? В голове тараканы бывают, да. Вот кто-нибудь змей, наверное, боится, да? Кто-нибудь боится змей? У, много рук, да. Боятся змей. И нормально бояться. Нормально. Мы все боимся, все испытываем этот страх. Но когда дело касается жизни нашей, я думаю, мы призваны показать. Мы должны учиться тому, что с Богом мы сможем преодолеть эту депрессию и этот страх. Мы можем преодолеть это, чтобы двигаться вперед. Вы знаете, мы тут прилетели чуть раньше, мы со среды тут были, Галина, еще наши родные. И мы немножко покатались, посмотрели. Красиво в Калифорнии, много красивых мест. И когда мы ехали в одно место, я увидел одну скалу, гору, которая мне напомнила про другую гору здесь, в Калифорнии, которая называется Эль Капитан. Знаете кто-нибудь про эту гору, да? И эта гора, она довольно плоская, в смысле отвесная. И высокая гора, если я не ошибаюсь, она 3000 фитов. 3000, представьте себе, это чуть меньше мили, наверное, где-то 800 метров эта гора. Ну, представьте, 3000 фитов. И один молодой человек, который добивался преодолеть страх в своей жизни, его задача была преодолеть, его звали Алекс, забыл его фамилию, не помню, найдете. Алекс, знаю, его звали. Молодой человек, молодой, он поставил перед собой цель настолько освоить эту гору с тем обмундированием, которое было в его распоряжении, чтобы подниматься на самую вершину этой горы, добиться того, чтобы преодолеть чувство страха. И он это делал сам. Он сначала делал это с друзьями, потом он делал это сам. Но задачу он поставил, кто помнит, может быть, кто-то помнит, в чем его была задача? Чтобы залезть, подняться на эту скалу 3000 футов, подняться без всякого обмундирования и без всяких веревок. Вы знаете, любое действие, любое движение, любой один шаг, любой спазм в руке или соскользнувшая нога означали для него что? Смерть, неминуемую смерть. И вы знаете, как многие... Я с восхищением читал о жизни этого молодого человека. И когда в 2017 году он поднялся, он поднимался на эту гору 4 часа. 4 часа без всякой помощи, без всякой поддержки, без всякого обмундирования, без всякой веревки. Он рисковал каждую секунду своей жизнью, но он поставил перед собой цель преодолеть страх и добиться поставленной цели. А мне кажется, мы как христиане сегодня, многие христиане, живем с этим постоянно, с этой навязчивой мыслью. А вдруг я умру? А вдруг я погибну? А вдруг что-то случится? Дьявол пытается нас постоянно вот туда отправлять, чтобы мы всего боялись. Боялись смерти, боялись чувства вины, боялись переживания, боялись, что с нами что-то случится. И мы живем в этом постоянном ощущении страха. Вдруг я оступлюсь. Вы знаете, кто никогда не оступается? Тот, кто никуда никогда не идет. Он тогда никогда не оступится и никакой одной ошибки не сделает, потому что он никуда не ходит. Он ничего не делает, но на него никто не обижается. И все в его жизни кажется нормально. На самом деле мы знаем, на самом деле все это ведет лишь только к более глубокой депрессии, и к более глубокому отчаянию, но меня восхищает мужество библейских пророков, библейских героев. Этих примеры ранних христиан и не только ранних христиан. Вы знаете, как много в Украине, в России, в Казахстане, в Узбекистане молодых служителей во времена страшных гонений, не боялись идти на все эти суды для того, чтобы сказать, мы за Бога, мы за Христа, делайте с нами что хотите, мы не отречемся от своей веры в Бога, мы готовы идти на смерть. Сотни, сотни адвентистских пасторов, тысячи в целом христианских служителей церкви шли, зная, что это может быть конец их жизни, и не только знали, что это может быть, они знали, что они практически идут на верную смерть. Я кратко скажу, что моего дедушки, сестры, муж был из Германии, миссионер из Германии. Он приехал сюда, в Россию, в то советское время, для того, чтобы проповедовать Евангелие в атеистическое время. Ее звали Анна Степановна. Я не знаю, к сожалению, не помню его имени. Молодой человек, они только поженились. Она ожидала ребенка, когда его арестовало КГБ, увезли его в тюрьму, и ей как-то через несколько месяцев только сказали, что она сможет его увидеть, возможно, когда он будет на вокзале, когда и будут грузить в эти товарные вагоны для того, чтобы отправлять в Сибирь. И она стояла на этом вокзале и стояла, смотрела на эти толпы заключенных для того, чтобы увидеть своего мужа, потому что у нее был ребенок в очреве ее. Она надеяла, что, может быть, как-то она сможет ему сказать об этом. И она говорит, что она увидела в один миг человека, которого она никак бы не могла узнать, кроме как по глазам его. Их глаза встретились. Она не смогла ему ничего сказать, но она увидела его глаза, знала, это он, исхудавший, лишившийся всего, что делало его человеком, потому что он был избитый, измученный. Это был последний раз, когда она увидела его. Больше даже никогда она его в своей жизни не увидела. Вот те люди, которые движимы дерзновением духовным, зная, они могут упасть, умереть, убиты, измучены, они шли вперед, зная, что надо подняться на эту скалу во что бы то ни стало. Я хочу, чтобы мы все ставили цели и добивались этих целей во что бы то ни стало. Вы скажете, пусть молодые люди добиваются, моя жизнь уже не такая молодая. Когда вот, если кто-то так рассуждает, я вам скажу, что на самом деле вы не правы в этом отношении. Цели надо ставить. И цели надо эти добиваться духовные, потому что Господь дает нам силу в любом возрасте для достижения целей. Может быть, кто-то помнит. Мне кажется, 2011 год был. Если я не прав, может, 2013 год был. Я был поражен новостями, когда в новостях сообщили про 64-летнюю женщину, пловца Диану Ниад, которая переплыла из Кубы во Флориду. 111 миль без остановки, без всякой защиты или клетки от акул, которые могли бы ее растерзать на части. Она знала, начиная этот путь, что он может для нее не закончиться. Она плыла 53 часа без остановки. Сколько ей было лет, кто помнит? 64 года. 64 года. Поэтому если кто-то думает, о, пусть молодые люди ставят цели, добиваются, мне уже 55, все, хватит с меня. Нет, не хватит. Если вы живые сегодня, я уверен, в любом возрасте надо ставить эти духовные цели в нашей жизни и сказать, Господь с нами, Господь доведет меня. Вы знаете, сколько раз она пыталась? Я даже не знаю, сколько раз. Она много раз пыталась переплыть из Кубы во Флориду снова и снова и снова и снова. И у нее не получалось. Были какие-то проблемы. Она должна была прерывать свое плавание. Но в 64 года она не отказалась от этой мечты и от этой идеи. Она сказала, я доплыву. И она доплыла. Я думаю об этой женщине и восхищаюсь ее мужеством и желанием. Пусть я умру, пусть меня акула съест, пусть я утону, пусть у меня сердечный приступ будет, но я своей цели добьюсь. Я поставлю этой цель и добьюсь этой цели. И если перед нами миссия сегодня, миссия нести добрую весть, нести надежду, нести спасение, своей жизнью, своим отношением, своим поведением. Вот тут вот эта вот духовная смелость, духовное мужество, это дерзновение, они необходимы каждому из нас. Как Давид говорил в 22-м псалме, он говорил, если я что, поплыву из Кубы во Флориду, в окружение акул, то что, не убоюсь я этих акул никаких, я дойду, потому что Господь со мною, его жезл и его щит, что они сделают? Они меня защитят, они меня укреплят, и я дойду до этой цели, поставленной передо мной. Так и апостолы. Вы знаете, мне кажется, апостолы должны были больше всего быть разочарованы в Боге. Вот эти вот апостолы, Иисуса Христа, ведь они лично знали Христа, не так, как мы верою, мы больше с вами верою знаем. Мы читаем о нем, молимся, проповеди слышим, и бывают трудности в нашей жизни, но вот мы как-то верою пытаемся преодолевать, а они его знали лично. Они с ним ели, они с ним ходили, они с ним были в трудностях и в переживаниях, везде они были рядом с ними, и теперь Христа уже нет, он им сказал, знаете, я и должен идти к Отцу своему. И они понимают, они понимают, он пошел к Отцу своему, значит, он пошел на небеса для того, чтобы быть рядом с Творцом всей Вселенной, с самым сильным, с самым великим чудотворцем на свете, и сразу проходит день, два, три, неделя, там, месяц, их в тюрьму начинают бросать, они голодные сидят, потом они в цепях сидят, это как вы думаете, Петр, там, находясь в темнице где-то, в заключении, разве он не сидел в своей голове и не думал, ну где же Христос мой, я же его лично знаю, он же друг мой был, я же с ним сидел, ел, ну что же он меня не может отсюда вытащить? Вот где, вот где проявлялось это духовное дерзновение, смелость и доверие Богу, если я там, значит, надо, если мне трудно тут, значит, надо, значит, исполнится великое благословение и для меня, и для других через то, что я прохожу в своей жизни, и они учились сами доверять и другие, чтобы доверяли ему. Знаете, я думаю, и пожилым, и молодым, в любом возрасте, вот это духовное дерзновение, это ключевой момент нашего успеха в жизни и нашей миссии в жизни. Может быть, кто-то слышал, я прошу прощения, поскольку я понимаю, меня попросили больше к молодым обращаться, то я расскажу что-то из своей прежней жизни, ну прежней, я имею в виду, когда я был молодым человеком, то меня призвали на военную службу, мне, что в тот момент мне было даже 18 лет, не исполнилось, и мне надо было проходить медицинскую комиссию. Помните, да, такой момент? Надо пройти медицинскую комиссию. Нас из школы отправляли, всей гурьбой, всех ребят отправляют в больницу, для того, чтобы там, в этой больнице пройти всех врачей. Медкомиссия, ну медкомиссия, медкомиссия. Что оно начинало, с чего? Что надо было там, вот там в раздевалке, снять с себя всю одежду, но благо разрешали коротенькие, маленькие плавочки такие оставить на себе, такие трусики. И вот в этих трусиках надо было от одного врача ко второму, к третьему, четвертому, с этим там журналом, и они там пишут в этом журнале, регистрируют свои заключения, пишут, ну, как правило, они всех одобряли, всем надо идти служить, армию надо поддержать, и потом мы все знали, что когда заканчиваешь этот проход через всех врачей, то потом надо идти, и там комиссия сидит. И вот эта вот комиссия, которая перед тобой, она будет определять, в каких ты войсках должен будешь служить. Я уже в своей голове иду и думаю, зная из опыта других, что мне будет проще всего, как христианину, адвентисту седьмого дня, который соблюдает субботу, служить в каких войсках, подскажите мне? В стройбат. Кто из вас служил в стройбате, да? В стройбат будет лучше всего, и им спокойнее, и мне спокойнее. Поэтому я уже приготовился внутренне, стою перед этой дверью, немножко, ну, мы все люди, волнуюсь, думаю, надо же сказать, все это будет. И, наконец, дверь открывается, моя очередь. Я захожу в этих трусах туда, коротеньких, здесь немножко так, ну, волнуюсь, нервничаю, и сидит эта комиссия, прямо стол, накрытый красной скатертью, и за этим столом сидят тут начальники всякие, военные, с папками открывают, так, кулаков, ну, что, кулаков, значит, в каких войсках ты хочешь служить? Я говорю, я хочу в стройбат идти. А они, кто из вас не знает, в стройбат отправляли в основном только либо бывших заключенных, либо коллег отправляли туда, у которых проблемы со здоровьем были, либо отправляли со средней, замечательнейших людей из Средней Азии, которые не знали ни одного слова по-русски, потому что, ну, что с ними уже воевать-то? Поэтому они туда их всех отправляли, и поэтому они вдруг на меня глаза все подняли, и стоят, сидят, смотрят на меня, зачем бы это? Я просился служить в стройбате. И они спрашивают, а что тебе в стройбат-то захотелось? И вы знаете, когда они меня спросили этот вопрос, я понял, что пришло мое время дерзновения. И я тут же, вот как стоял, в чем стоял, без всякого конспекта, без всякой Библии, без всяких всего, я говорю, я верующий, адвентист седьмого дня, соблюдаю день субботний, меня отправляйте в стройбат, потому что я все равно оружие брать не буду, в субботу воевать не буду. Тишина за этим столом. Они смотрят на меня, один из начальников, который был там главный, я так понимаю, из военкомата, он так посмотрел на меня внимательно и говорит, а почему в субботу? Он меня спросил. Я думал, ну вот, пришел мой момент, теперь ему и всем там присутствующим сказать проповедь о субботе. Я, конечно, к этому не готовился, откровенно скажу. Восемнадцати лет еще мне толком и не было. Стоял я без костюма и без галстука и даже более без этого, просто в трусах стою перед ними и думаю, вот пришло время проповедь, первую проповедь сказать о субботе. И вот Господь дает дерзновение в этот момент. Поверьте мне, Он дает дерзновение и говорит, когда вдруг оно само полилось, я и начал от творения мира и день, в который Господь почил, и как Он на горе Синай дал заповеди и сказал. И они слушают, и они не прерывают ни слова. Тишина, они все слушают внимательно. Я не помню, сколько, у меня ни часов не было, ничего, я не помню, сколько я проповедовал. И закончил свою пробовать, у меня чувствует, течет из-под мышек все. Я весь мокрый стою, но я сказал, вот так вот, поэтому суббот. Он посмотрел, полистал, хорошо сказал, пойдешь в стройбат. И все, и весь разговор закончился, я вышел оттуда, думая, вот была моя первая проповедь перед язычниками, перед теми, для которых все это было совершенно новым, совершенно неизведанным и неизвестным. Вот это вот дерзновение духовное, я уверен, не наше оно, не наше. Мы по природе задавлены, задолблены, и дьявол пытается нас постоянно держать в этом состоянии. Ты грешник, грешник, ты не сможешь, у тебя нету знания, у тебя нет образования, у тебя нет диплома, у тебя ничего не получится, ты упадешь в обморок. Я помню, наша дочь пришла одна после занятий в Южном университете, Southern Adventist University, и говорит, пап, не представляешь, у нас в классе, в нашей группе есть один огромный парень, и ему надо было свой отчет прочитать напереди класса, он вышел и рухнул, в обморок упал, от страха, что ему надо было перед всеми выступать. Ну, трудно, конечно, трудно нам всем, но Господь дает силы, и когда он ставит перед нами эти задачи, давайте их добиваться, давайте стремиться к исполнению его силы, не нашей силы. Он обещает защиту, он обещает мудрость, он обещает слова дать, которые нам нужно для того, чтобы вот эту проявить силу и дерзновение. Друзья мои, не надо бежать от Христа в страхе. Вы знаете, мы очень часто в страхе бежим от Христа. У нас, когда мы жили еще в Чемкенте, дома была собака, ее звали Кнопка. И хорошая дворняжка была, конечно, мне ее так жалко было всегда, она на цепи, на короткой цепи сидела, и зимой, и летом, но вечером ее папа отпускал, и она по двору бегала, счастливая, взад-вперед, со мной бегала, играла, потому что для нее праздник, что ее с цепи отпустили. Но мне ее жалко было, я с ней дружил, хорошая была собака, но в целом соседских собак я недолюбливал, потому что особенно, когда пойдешь направо из дома, и меня мама постоянно отправляла за хлебом туда, в тот магазин, где по утрам надо было отсидеть, немножко время, дождаться, когда хлеб привозят свежий, и мама мне всегда говорила, иди на ту, через ту улицу, потому что вот ты знаешь, там собака у соседей, и действительно, собака у соседей была через два дома, ну, злючая, ужасная собака, и она всегда, когда я мимо, если туда и ходила, она пыталась прорыть там под воротами, и рычала, и гавкала, и, конечно, страшно бывало, но там короче было к магазину, той стороной, и вот помню, в один из этих дней я все-таки так прикинул, что скоро уже хлеб привезут, надо, и мама не послушался, и пошел той стороной, прохожу той стороной, это слышу, собака соседская, и рычит, и кажется, вот прям уже вылазит, а я мальчишка, совсем маленький был, я начал бежать, и я бегу, а когда бегу, я чувствую, меня кто-то вот хватает за штаны, прямо вот и рычит, и за штаны хватает, и я, конечно, от страха там об какой-то камень споткнулся, упал, и вдруг чувствую собачий язык на меня на лице, она лижет, я посмотрел, это кнопка наша, оказывается, как-то она оказалась отвязанной, и будучи отвязанной, я увидела, что я куда-то бегу, и она за мной побежала, в моей голове, в моей сознании, это вот та соседская злючая собака, и я бежал от нее, и моя собака пыталась меня остановить, и хватала за штаны, а я бежал, потому что чем был движим? Страхом был движим вот той злючей собакой соседской, а на самом деле рядом-то со мной была хорошая наша кнопка, с которой мы дружили, я думаю, мы очень часто с вами бежим от Христа, потому что в нашем сознании вот эти все чудовища страха пытаются нас задавить, держать нас на одном месте, этот страх, этот страх, что вдруг я что-то сделаю не так, этот страх, что вдруг совет церковный меня осудит, этот страх, что вдруг на членском меня исключат, этот страх, что я не тот текст прочитаю или не ту песню спою или не в тех штанах приду, и вот этот вот страх, он держит нас в таком рабстве, дьявол торжествует, а я убежден, что тогда мы дело Божие будем продвигать вперед, когда с дерзновением будем идти вперед, движимый Духом Святым, зная, для каждого из нас Господь имеет миссию и служение и оно для каждого разное и у каждого иначе и по-своему проявляется, но если мы в этом дерзновении пойдем вперед и будем идти, то Господь будет с нами идти, и когда мы упадем, Он будет стоять и гладить, хотел сказать, лизать наше лицо, но в смысле Он будет защищать нас и удерживать нас от страха и от этого падения, потому что дело Божие, оно настолько многогранно, оно настолько имеет многие формы выражения, нет одной формы, нет одного стиля, нет одного подхода, дело Божие рассчитано на этот мир такой многообразный, такой прекрасный, мир детей Божьих, идите с дерзновением, делайте Божье дело, ставьте цели, добивайтесь их, Господь благословит, и поэтому Он говорит не бойтесь, я с вами, Псалом 45, я так люблю вот эти первые тексты, первые слова этого, что Господь прибежище наше, да, Господь защита наша, и что бы ни произошло, пусть даже земля поколеблется, Господь прибежище, с нами и с Ним и пройдем успешно, давайте встанем, помолимся вместе, Господь наш, мы, Господи, сегодня хотим научиться силою Твоею подниматься, идти вперед, зная, ты ставишь перед нами цели, которые нам надо добиваться, ты нас подводишь, Господи, к этим скалам, на которые надо подниматься, где можно упасть, где можно большие шишки набить себе, ты, Господи, открываешь перед нами эти проливы, где акулы, акулы со всех сторон пытаются нас атаковать, и действительно страшно, Господи, в этих водах нашего служения или личной жизни, или брака, или взаимоотношений наших, семьи, детей, Господи, научи нас сегодня довериться Твоей силе, побеждать Твоим Духом, идти вперед с дерзновением, совершая дело Твое, как пророки Твои шли, как пионеры адвентистской церкви, большая часть из них были молодые люди, они шли вперед, созидая церковь Твою, прости нас, Господи, тех, которые уже седовласы, как я, Господи, потому что очень часто мы судим тех, кто не так, как мы, думаем, делаем, поем, говорим, научи нас, Господи, иметь Твой Дух, Дух мужества, Дух смелости, Дух видения, идти вперед и делать Твое доброе дело спасения в этом мире, благослови эту церковь, веди эту церковь, приумножь эту церковь, даруй мир, Господи, в Украине, спасение, защиту, просим о Ближнем Востоке, Господи, где сегодня гибнут люди, даруй там освобождение, защиту, останови это кровопролитие, просим все во имя Иисуса Христа, аминь. Аминь.